Вот то же самое делает Кадыров, Путин и вся вот эта российская система, когда они как будто бы отдают дань уважения вот этой советской эпохе, типа мы ничего не забыли, мы продолжаем ваш путь и продолжаем играть вот эти спектакли. Итак, начнем мы с самой важной темы на этой неделе, расследование новой газеты. Если кто не читал это расследование про убийство 27 чеченских парней в подвале полка имени Кадырова, то это прям обязательно к прочтению. Прочитайте, ознакомьтесь. Вы должны это знать. Это информация, которую не знать нельзя. В деталях прям нужно вникать ее, читать и короче ознакомиться. А я хочу зачитать небольшую часть из этой статьи, из монолога главного героя этой статьи Сулеймана Гизмахмаева. Вот он на фотографии, тот что без автомата. Это фотография в бытность его еще службы в этом полку. Это будет короткая часть из того, что он рассказал. Вот это Сулейман, а вот это синяя пластиковая 100 литровая бочка. И так говорит Сулейман. Задержанные все были подвергнуты пыткам, электричеством, изменениям, дубинками, резиновыми шлангами, а также истязания при помощи 100 литровой пластмассовой бочки синего цвета, наполненной водой, в которую вниз головой опускается задержанный, подвешенный за ноги к крючку, закрепленному на потолке. Бесплатный совет полку имени Кадырова. Соберите всех 27 парней, про которые новая газета выпустила очередную ложь, пусть они сами опровергнут их и скажут «мы живы, мы здесь». Зайна, ну ты конечно предложила им. Они скажут, что они все уехали в Сирию, их нет. Они это тоже предусмотрели. Япон, те кто был подвержен пыткам, прекрасно понимают, что это всего лишь капля в море того, что эти ублюдки делали и делают до сегодняшнего дня. Будь проклят каждый, кто причисляет себя к пути Ахпера. И как бы понимая это, предлагаю им просто представить вот просто эту бочку. Не надо дальше никуда идти, ток там. Они там много всего используют, вещи, которые даже не хочется здесь упоминать. Бутылки там, дубинки. Просто эту бочку. Представьте пытку этой бочкой. Насколько это страшная вещь. По сравнению с ними Чикатило отдыхает. Да Чикатило, Чикатиле не снилось наверное все то, что они там вытворяют. Он мог бы у них учиться. Тумсо, лучший блогер. Смотрел со времен зеленых обоев и буду смотреть при любых обоях. А Кадыров мне не страшен, даже если он увидит мои лайки. Я скажу ему, слышь, отвали по-хорошему. Ты не так ему скажи, Кирилл. Ты скажи ему, что есть российский суд, самый гуманный суд в мире. Пусть обращается туда, если у него есть какие-то претензии. Отвечай как Песков. Салам алейкум, Тумсо, как думаешь? Отпнув Рамзанчика, Кремль приблизит к себе Лорда. Лорд предаст Рамзана. Алейкум асалам. Лорд предал тех, кто был до Рамзана. Он предаст и Рамзана, и тех, кто будет после Рамзана. Лорд, он предаст. Он еще как предаст. Но вот сделают ли на него ставку, я не думаю. Не исключено, конечно, но я не думаю. Для такого сценария у них есть в запасе люди, которых они не дали на растерзание Кадырову. Это такие, те же Ямадаевы, например. Это тот же Гантемиров. Не знаю, правда, может он сейчас уже постарел и не в форме. Но может и нет. Тот же там. Какие... В общем, у них есть запасные ходы. В Чечне хотят показать, что народ против этих публикаций, а народ наоборот ликует. В Чечне хотят показать, что народ против этих публикаций, а народ наоборот ликует. Если честно, я вчера наблюдал за этой всей истерией, за этим спектаклем. И поднималась рука как-то это прокомментировать. И в то же время, потом она сразу опускалась. Я думал, ну, в сотый раз писать одно и то же. Уже все все знают, все все понимают, что все это нечестно. Что выходящие люди, это, как правило, там аффилированные с ними. Или люди, которых просто для массовки там вытащили. Говорят несколько их спикеров, остальные просто там для массовки стоят. Вот самое правильное выражение, которое подходит и к этому, и вообще в целом к ситуации в Чечне и в России. И это выражение, все все понимают. Реально, все все понимают. Вообще все. Нет никого, у кого были бы какие-то там иллюзии по этой теме. Что, допустим, ни у кого в Чечне нет иллюзий, что в полку Кадырова не пытают людей. Но нет, все понимают, что там, что это просто пыточный лагерь, что это концлагерь. Это все понимают, что и это, и ОМОН, и там всякие РОВД, УМВД, какие-то полки там, север, юг и прочее. Все это понимают. Батальоны там, Грозный, Терек, СОБРы. Потому что у всех есть родственники, которые через них прошли, там, информацию, недостатка в этой информации нет. Все все понимают. Да будут прокляты они, да будет проклят каждый, кто не считает так, каждый, кто как-то с ними согласен, каждый, кто не присоединяется к этому проклятию, пусть он тоже будет вместе с ними проклят. Просто так взяли и кого-то убили. Ну не надо бредок, живи спокойно, и никто к тебе не придет домой. Игрок, совершенно верно ты говоришь. А ведь, если ты не живешь спокойно, то тебя имеют право убивать. Это же Кадыровская Чечня. Ты как раз вот такими комментариями и показываете всю суть того, что там происходит. Живи так, как хочет Кадыров, и у тебя не будет проблем, может быть. А может и будут. А если ты будешь жить так, как не хочет Кадыров, то мы тебя засунем вниз головой в бочку, ударим тебя током прямо из розетки, отметелим тебя дубинками, задушим тебя в спортзале или как там, в техническом помещении подвала. А ведь это ужасно, пытки и убийства просто за то, что эти ребята не были согласны с этим режимом. Я, Аллах, это так страшный человек пытает такого же человека. Страшно не то, что их пытают за то, что они были не согласны с режимом. Страшно в принципе, что пытают. Какие бы преступления они не совершили, в принципе пытка это очень страшная вещь. Это то, что недопустимо. Вообще в доказательной системе, в следствии, не может быть вот этой пытки. Потому что пытка, под пыткой абсолютно ни в чем не повинный человек признает себя виновным. Это не действенно. Уже мир давно это понял, пришел к этому. Нигде в нормально цивилизованных странах не пытают. Потому что понимают, что пыткой, добытой пыткой, показания, на них нельзя опираться. Под пыткой ты признаешь все, что угодно. Ты скажешь то, что от тебя хотят. Тот, кто прошел через их руки, это хорошо понимает. Ты начинаешь там говорить то, что хотят от тебя услышать. У тебя нет другого выбора. Это так не работает. Наоборот, следствие, если оно хочет прийти к истине, узнать, виновен человек или нет, следствие должно использовать другие методы. Но ни в коем случае не пытка. Отчаянные крики шакалов в Грозном очень порадовали. Врата Ахмата приоткрылись. Томсо, жги по полной. Томсо, действительно, все все понимают, ведь народ и власть раздельны. Но одного я не могу понять, для кого они устраивают такие спектакли. Это наследие советской эпохи. Вот эти вот спектакли, это то, что было при советской власти, когда принималось где-то решение, а потом под это решение какой-то спектакль делали. Это как, знаете, вот Сталин там и с какими-то своими сподвижниками принимал решение, допустим, что нужно, скажем, выслать чеченский народ, чеченцев ингушей. И после этого это решение, уже принятое решение, его узаканивали. То есть, под него делали какие-то процессы в парламенте, там что-то, какое-то голосование. А решение уже принято. Под это делается, понимаете. А процессы должны быть наоборот. То есть, должны быть сначала какие-то дебаты. Я, конечно, грубый пример привел с высылкой. Но в целом вообще все дела делались так. То есть, любой закон там и, я не знаю, какие-нибудь новые нормативные акты. Что бы ни вводилось, сначала принималось решение, потом под это решение какой-то спектакль играли, узаканивали его. То же самое работает и сейчас в России. Сейчас Путин принимает какое-то решение, допустим, решение себя обнулить. Например, что снова хочет баллотироваться в президенты. Потом под это его решение в Государственной Думе Терешкова делает предложение. Это предложение потом поддерживают единороссы. Оно выносится на голосование и, в общем, идет процесс. Но решение об этом принято здесь, Путиным. А все остальное было спектаклем. И вот то же самое по вот этой старой методичке работает и у нас. Когда все все понимают, что российский народ не понимает, что Путин взял и сам себя обнулил. Конечно, все понимают. Но вот этот вот спектакль как бы дань уважения этому закону, что ли, каким-то традициям, обычаям, он должен у них быть. Это вот у них как-то такой менталитет, так принято. И вот у нас все точно так же работает. Играются вот эти спектакли. Для кого? Ну, наверное, для галочки. Не для кого, а для чего скорее. Они делаются для галочки. Для какой-то... Для того, чтобы соблюсти вот эту вот традицию. Это, знаете, похоже на то, как мой кот... Мой кот делает такую тему, когда, значит, ему корм я насыпаю в его эту миску. Он кушает корм. Потом, когда он заканчивает, он такую процедуру делает. Он подходит, как-то отходит немножко и имитирует, как будто бы он закапывает то, что я ему насыпал, то, что у него осталось, корм. Он имитирует, как будто он его закапывает. Вот так вот просто по плитке проводит лапой. И вот я задумывался, для чего он это делает. Это некая дань уважения традиция у него. Понимаете? Это его инстинкт. Когда-то они, значит, кушали и потом прятали то, что у него осталось, закапывали, чтобы потом это скушать. И вот он таким образом... У него до сих пор этот рефлекс работает. И он как будто бы отдает дань уважения своим предкам. Он так и раз-раз и типа закопал свою еду. Вот то же самое делает Кадыров, Путин и вся вот эта российская система. Когда они как будто бы отдают дань уважения вот этой советской эпохе. Типа мы ничего не забыли. Мы продолжаем ваш путь. И продолжаем играть вот эти спектакли. Имитировать какую-то деятельность. Как будто бы не наверху принимается решение. А действительно, оно сначала образуется в результате каких-то там споров, дискуссий. И потом оно утверждается. Нет. На самом деле все все понимают. Но спектакль надо сыграть. Субтитры создавал DimaTorzok